Теперь к другим темам. В Министерстве обороны России ждут объяснений от пресс-секретаря посольства США в Москве по поводу его слов о действиях наших летчиков в Сирии. Уильям Стивенс в интервью одному из российских изданий заявил, что удары наносятся не только по объектам ИГИЛ, но и по местам расположения так называемой умеренной сирийской оппозиции. В нашем оборонном ведомстве предложили американскому дипломату все-таки подумать над сказанным, поскольку получается, что к оппозиции он относит боевиков, которые, цитата, «с упоением казнят пленников». И вот как представитель Минобороны прокомментировал интервью Стивенс. Данная публикация, безусловно, редкая журналистская удача. Все-таки не каждый день удается такое почитать. Прямо детская наивность. Теперь по существу. Мы уже неделю наблюдаем за активным проталкиванием через агентство Reuters чего-то вывода, что якобы 80% российских авиаударов были нацелены не на объекты ИГИЛ. Так что здесь все понятно. И мы эту дезинформацию, кстати, прокомментировали аргументированно в день ее появления. Но касательно его фразы «российская авиация била по позициям оппозиции», включая ее умеренную часть, есть вопросы. В российском военном ведомстве высказали недоумение по поводу того, как может сотрудник посольства США в Москве делать заявление от имени Госдепартамента, основываясь, как там выражаются, на информационных фальшивках. Представитель Минобороны посоветовал дипломату потратить, как он выразился, немного своего драгоценного времени, чтобы проверить источник подобных сведений. Продолжение следует...